Девушки отдыхают 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 Не сдавайся. Попробуй еще раз. Видишь себя? Это ты. Но моими глазами. Скажи, а не почувствовал ли ты что-то или кого-то еще? Это Шевито. Они больше не люди. Будь осторожен и остерегайся. Насколько это может продолжаться? Господи, дыши спокойнее. Не увидел же ты там что-то особенное. Слушайте, я бы на вас посмотрел, если бы вам легкие прострелили. Потребуется время, чтобы ты полностью восстановился. А пока прошу, жди здесь. Пойдешь за мной только, когда я тебя позову. Я же осмотрю местность и потому не смогу всегда приглядывать за тобой. Когда настанет пора, ты почувствуешь, что я зову тебя. Сюда, скорее. Только тихо. Кто-то смотрит в эту сторону. Пригнись, и тогда мы пройдем. Мне и так тяжело дышать, а тут еще эта ходьба гуськов. Не проще было проползти на четвереньках, а? Тихо. Я не хочу робу пачкать. Я кому сказала тихо? Симулянт! А? А? Надеюсь, он догадается найти меня через то зрение, которое я ему показывала. Твою мать! Куда эта дура подевалась? Хоть бы наследила для ориентировки. Может, туда пошла? Эй, че за каракал? Меня тут вообще поднимала! О, наставница Хисака! А я вас обыскался. Где ваш воль? Подождите, не утруждайтесь, я сам найду. Вот вы где. Мы же вроде с вами куда-то торопились, а теперь вы в прятки играете. Сейчас нам надо на крышу. Но самой мне не взобраться. Поможешь поделиться? Чего? Зачем? Вы же ростом с меня, если не выше. Сами справитесь. Но я ведь беспомощная женщина. А у меня, между прочим, грудь подстреленная. Так что такие нагрузки мне ничему. Ладно. Сейчас сберусь. Теперь посмотрим, что я могу сделать. Хватит. Эй. Ты что, опять разорался? Потому что могу. Только это. Ой, да тебе что, так сложно сделать пару простых движений? Подошел к краю, протянул руку, подхватил, подтянул. Вот и все. Понятно? Так, погодьте. А как вы... А теперь помоги беспомощной женщине подняться. Подойди к краю аккуратно. Ой, знаете, ну вас. Лучше займусь чем-нибудь пополезнее. Например, подберу вон то валяющееся вдалеке ничем не примечательное письмо. Что? Какое еще письмо? Какой в этом смысл? Где логика? Вам не понять мужскую логику. Во-во, дело говорит. Мало того, что сплетение сценария на меня вывалил, так еще и глумишься надо мной. Тебе вообще не стыдно? Не-а. Во, мужик сказал, мужик сделал. Так, стоять. Кажется, я что-то забыл. Наверняка какую-нибудь ерунду. Господи, на свете вообще есть спутники хуже, чем тот несносный мальчишка. Сенсей? Что это за место? Где мы? Я ничего не понимаю. Что происходит? Что мы забыли в этой горной глухомании? Почему здесь вода красная? Я же сказал, ждать меня в машине. Ну, сенсей, что тут происходит? Как это случилось? Именно поэтому тебя здесь быть не должно. Сенсей, нам нужно срочно отыскать местных жителей. Они наверняка в понятии. Сдались тебе эти крестьяне. Ну, сенсей, эти крестьяне выращивают рисовающие. Все знают, что при катастрофах первым делом нужно спасать крестьян. Всех остальных спасать не смысл, а так как без крестьян они едят вручную. Пожалуйста, помолчи. Что это за шум? Отчего у меня телевизионные побеги в глазах от тяги закрыты? И почему у меня болит голова? Ну, хотя бы теперь не я один головной болью страдаю. Ах, какого? Уже два часа прошло, как я сбежала, но я все еще не могу найти выход из деревни. Хотя, меня тоже никто не нашел. Кто обнадеживает, верно, мой первичан. Без этой шавки она от меня никуда не берется. Еще один. Эй, не боли меня! С этого момента ты будешь беспрекословно меня слушаться. Что? Закрой глаза и стой смирно, пока я тебя не позову, поняла? Нет! Опять болит! Сенсей, это что, не муляж? Настоящий огнестрел? Где вы его достали? Откуда у вас к нему патроны? Это вообще законно? Нас разом и не посадят! Тишина в аудитории. В какой еще аудитории? Можно я по всякий раз спрашиваю? Ах, валяй. Что в горном поселении делает море? А что, мне уже на море нельзя съездить? Ладно, идем. Ой, хорошо. Значит, мне нужно закрыть глаза, сосредоточиться и слушать ваш голос. Это я так, не слушал всякую вещь. Сперва сверимся с картой. Ох, ёлку. Сенсей, на этой карте непонятно где мы. Хоть бы маргер для нас добавили. Почему в ней все так сложно? Потому что обычные карты так и работают. А, ну, наверное, Сенсей, вы такой умный. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Значит так. Сейчас мы находимся здесь. И нам нужно вот сюда. Прямо через мост. Ого. Вы так хорошо ориентируетесь в этих краях. Не удивительно, что вы о них столько рассказывали в своих лекциях. С вашими знаниями об этой горной деревне и с той пушкой в руках мы буквально свернем горы. Жди здесь. Я попробую взобраться повыше и осмотреться. Значит мне нужно закрыть... Закрыть вам надо сосредоточиться и слушать мой голос. И тебе кажется, что ты несешь всякую чепуху. Да, знаю. Но, Сенсей, откуда вы знаете? Не знаю. Ага, значит у тебя все-таки шесть патронов. Ну что ж, каково это, когда тебя перехитрил профессор-польклорист? Ты настрелял все обоим, и пока она пустая, ты будешь беспомощен. Для меня это идеальная возможность, чтобы нанести решающий удар. Значит мне нужно закрыть глаза и... Вечно всякая шпана шляется по ночам и топчется по уродам до крышам. Что за бессовестное поколение пошло. И это кто сейчас на моей геронической... Сенсей, зачем баба ты старая рухлеть? Йорику, нельзя так говорить. Не такая уж и плохая бабка была. Сенсей, я вообще-то про радио говорила. Зачем она вам сдалась? Вот пожила бы на зарплату учителя, не задавала бы таких вопросов. А, ну мало ли, пригодится. Либопытный материал. Ну, надеюсь, что к моей могиле такое класть не будут. Ну, что еще? Я пить хочу. Хоре-то мое. Жди здесь. Так, стоп. Здешнюю воду же пить нельзя. О, нет. Чувство родительской ответственности. Мое радио. Сенсей, вы отвлекли того негодяя шумом из колодца. Вы такой гений и тактик. Я, эээ, так и задуман. Да. Помогите в туалете, червоты боюсь. Я не могу. Без паники, Йорико, я спасу тебя. Проклятие, нужны еще патроны. Что? Патроны не бесконечны? Чертов реализм. Йорико, давай ты там сама. Считай это практикой. О, нет. Кажись, больше не болит. А куда все подевались? И где Сенсей? Господи, Йорико, ты можешь помолчать хотя бы минуту. Сенсей, вообще-то это не я. А? Тогда кто же это? Не знаю, но похоже, звук доносился вон оттуда. Хорошо, когда есть острый слых, да, Сенсей? Не сказал бы. Ладно, нам надо уходить, пока все местные не пришли в себя. Ну, хотя бы врачу есть. Музыка. Музыка. Пілязь. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok